Здравствуйте, дорогие мытищенцы! Я рад вас приветствовать в гостях у программы «13 минут с генеральным продюсером». И сегодня гости моей программы – Ольга Семеновна Каббан. Пойдемте встретимся с Ольгой Семеновной. Здравствуйте, Ольга Семеновна! Спасибо, что вы любезно согласились принять участие в нашей программе. У нас для вас традиционный уже для моей программы сувенир – это набор мытищенских магнитов с местной символикой колоризмы. Спасибо большое, спасибо большое. Ольга Семеновна, буквально только что прозвенел последний звонок. Как ощущения, впечатления, какие эмоции? Каждый последний звонок, последний школьный звонок – это, конечно, минуты и радости, и грусти, потому что мы провожаем во взрослую жизнь наших ребят, которых учили 10 лет, теперь уже 11 лет. Это очень волнительное мероприятие. Сегодня у нас прозвенел последний школьный звонок, и глядя на ребят, в лица ребят, видя их слезы, прощание со школой, конечно, это немножко грустный день, и в то же время очень радостный. Хотелось бы, чтобы вы провели нам небольшую экскурсию по территории школы, тем более она вот такая прекрасно отремонтированная и благоустроенная. Ольга Семеновна Кабба. По образованию учитель истории. 30 лет работает в районной системе образования. Прошла путь от простого учителя до директора школы номер 8, который руководит уже 10 лет. Ветеран педагогического труда. Отмечена федеральными, региональными и местными наградами. Основным достижением считает то, что ей удается делать свою любимую работу. Ведь стать учителем она решила еще в 5 лет. Замужем, взрослый сын и внучка. Семья поддерживает Ольгу Семеновну во всех ее начинаниях. По характеру она уравновешенный, справедливый и душевный человек. Увлекается театром, балетом, музыкой и чтением классической литературы. Жизненное кредо – решать проблемы нужно по-доброму и спокойно. Ольга Семеновна, я обратил внимание, что школа реконструирована, отремонтирована капитально. Школа с историей 60-летней. Да, совершенно верно. Наконец-то получила заслуженный ремонт и благоустройство. Расскажите, каким образом удалось добиться? Мне бы очень хотелось. Вы видите красоту, вы видите спортивную площадку, которой у нас никогда не было. Вот вы все это прекрасно видите. Мне хотелось бы сказать искренние слова благодарности, признательности. Лично от себя, от родителей, бабушек и дедушек, от выпускников, что очень немаловажно, ребят, которые учились в нашей школе. Искренние слова благодарности главе Матищинского муниципального района Виктору Сергеевичу Азарову. Потому что именно благодаря его усилиям, его стараниям, наша школа, вы правильно сказали, у нас 60-летний юбилей, наша школа и в 60 лет выглядит такой молодой, красивой, современной. Потому что когда мы сейчас пригласим вас в классы, вы увидите, что классы не только отремонтированы, но классы оснащены современным оборудованием и новой мебелью. То есть у нас самое настоящее, современное, отвечающее всем требованиям, условиям для обучения, для воспитания обучающихся школы на сегодняшний момент. Поэтому мы очень гордимся тем, что мы учимся, работаем в этой школе, что наша школа, вот посмотрите, пожалуйста, вот, ну, просто красота. И когда мы недавно встречали немецкую делегацию, честное слово, нам было совсем не стыдно. Напротив, они ходили, смотрели школу, кабинеты, территории, сказали, это новая школа. Когда построена ваша школа? Я сказала, наша школа построена ровно 60 лет назад. И если честно, мало кто из них поверил. Приятно было выпускать ребят сегодня из обновленной, красивой школы. Очень, потому что родители, которые, бабушки, дедушки, придя сегодня в школу, у нас было очень много гостей, родителей, выпускников бывших. Они просто все говорили в один голос. Ну, это не школа, это сказка. Сегодняшние выпускники, какие они, чем отличаются? И достойны ли они вот таких капиталовложений, затрат? Я считаю, можно я даже четверостишее вспомню? Статей расходов есть немало, но истина дороже в 100 крат. Ведь лучшее вложение капитала в умы и души маленьких ребят. Поэтому я считаю, конечно, современная молодежь, она современная молодежь. Она не то, что она не похожая, она просто немножко другая. Время другое от формации. Конфект отцов и детей он существовал всегда, и всегда старшее поколение критикует молодежь, но от этого молодежь не становится позже. Нет, нет. Я считаю, что мы очень гордимся своими выпускниками, что мы очень верим, надеемся, что они все очень успешно сдадут экзамены, потому что это очень волнующая пора для нас. И самое главное, они станут действительно настоящими людьми. Могут ли выпускники мытищинских школ конкурировать с выпускниками столичных школ? Я считаю, однозначно могут. Или образование в мытищинском муниципальном районе находится на очень высоком уровне. Это не просто слова. Это и всевозможные достижения школьников нашей школы, других школ. Мы говорим о мытищинском районе, потому что я знаю эту информацию. Они занимают призовые места, районные олимпиады, региональные олимпиады, творческие конкурсы, всероссийские, международные конкурсы. То есть на очень высоком уровне. Причем урожай медалистов. Мы скоро вот, я надеюсь, что... В этом году 98 медалистов. Да, это ведь, это тоже, это очень серьезная подготовка. Чем гордится ваша школа? Мы гордимся своими выпускниками, мы гордимся своим стабильным, сплоченным педагогическим коллективом. Мы гордимся, что в нашей школе существует замечательный музей Дмитрия Михайловича Карбышева. У нас побывала немецкая делегация. Фрау Ханни Лорак Дантес приезжала со своим 30-летним внуком Тони, с студентками из колледжа. Они посетили наш музей. Они были настолько поражены, я бы даже так сказала, как бережно храним мы память. Хотя, извините, я им сказала, что здесь не надо поражаться, потому что мы, это наша история, это в крови, в сердцах у каждого нашего ребенка. Жители современной Германии, как воспринимают вот эту информацию с другой стороны? Да, да. Они воспринимают, кто-то из них сказал, что из девочек, может быть, вот так долго уже война прошла, так давно она была, может быть, как-то немножечко это, ну и забыть бы уже это надо. Я сказала, нет. Разве можно это забыть? Григорий Семенович, какие еще направления в школе актуализированы? Может быть, какая-то специализация у школы имеется? Я бы, может быть, не сказала так, специализация, но в 2010 году наша школа находится в проекте индивидуальное обучение детей, детей-инвалидов с использованием дистанционных технологий. Как дети, учитель, ребенок, родитель занимаются и какие результаты они уже имеют, я считаю, что это очень важно. Я думаю, что, наверное, тоже нужно сказать огромное спасибо и управлению образованием, и администрации Батищинского муниципального района, потому что это очень серьезный проект. Действительно, не в каждом районе есть специализированные школы и дистанционная форма обучения. Потому что самое важное, я так понимаю, для этой категории ребят – это быть включенным в социальные практики, не оказаться в стороне. Совершенно верно. Дело в том, что когда говорят, что дети занимаются на дому, да, они занимаются на дому, но мы не лишаем детей социализации, потому что дети приходят на все наши внеклассные мероприятия. Они приходят на конкурсы, участвуют в конкурсах, они делают замечательные презентации, то есть у них замечательное, совершенно новейшее оборудование. Это очень важно. Это оборудование, которое может в совершенстве позволять им усваивать ту программу, которую они должны проходить, вот если бы они обучались в классе. А районные власти в целом, каким образом относятся к системе образования? Скажем так, приоритетной она является для них? Нет. И здесь, я думаю, вы можете выступить экспертом не только на примере вашего образовательного учреждения, но и в целом вы владеете ситуацией в районной системе образования. Образование для администрации нашего района вообще всегда было приоритетным. И поэтому у нас и школы отремонтированы, у нас сейчас вводится в эксплуатацию, ну, сдается новая школа, 31-я, прекрасная, современная новая школа, детские сады. Вот рядышком с нашей школой, 81-й сад. То есть всегда, вот я могу это тоже сказать, наверное, утвердительно, что всегда приоритетно было именно дошкольное образование. Тем не менее, недовольные всегда остаются, да, потому что и не все школы отремонтированы, и, может быть, не по последнему слову техники оборудованы, не хватает мест в детских садах. Не все школы отремонтированы. Так это жизнь. Но то, что каждый день, каждый месяц, каждый год совершенствуется и ремонтируют школы. Видимо, Ольга Семеновна, каждый оценивает по-своему для одних критерий, что плохо, а другие обращают внимание на то, что делается. Потому что проблемы всегда будут сохраняться? Проблемы будут всегда, пока мы живем. Хотелось бы поподробнее посмотреть внутри, может быть, каким образом оборудована школа. Мы вас радостно приглашаем в здание нашей школы, вы посмотрите своими глазами. Пожалуйста, посмотрите. Это кабинет физики. Здесь все для обучения. Здесь мультимедийная доска. Да, это интерактивная доска. Здесь все для того, чтобы дети могли обучаться, творчески развиваться. Здесь и конкурсы различные. Здесь все. У нас полностью оборудованы кабинеты. Кабинеты физики, химии, биологии. То есть оснащены кабинеты полностью. Вот кабинеты истории и общественности. Здесь тоже есть. Здесь абсолютно. Это в каждом кабинете. В каждом кабинете. Нам есть чем гордиться. Сейчас, конечно, презентации. Все живо, все ярко. Когда у нас приходят родители на родительские собрания, особенно начальные классы. Вот по ВГОСу мы сейчас идем первоклассникам. Вы знаете, они с таким интересом смотрят, что дети изучают на уроке. Мы однажды решили просто показать, чем дети занимаются на уроках. Они были заинтересованы, вы себе даже не представляете. Неужели это, говорит, так сейчас интересно? С радостью родители пошли бы снова учиться в школу. Конечно, конечно. Благодаря сегодняшним возможностям. Это очень и очень важно. Дорога Семеновна, спасибо за увлекательную экскурсию по территории школы. Действительно, целый музей-заповедник ваша школа. Ой, спасибо. И возвращаясь к началу нашей беседы, буквально сегодня прозвенел последний звонок. Хотелось бы услышать от вас пожелания не только для выпускников вашей родной школы, но и для всех выпускников школ Матичинского района. Я всегда говорю своим детям, выпускникам особенно, потому что они уходят во взрослую жизнь, чтобы они высоко и гордо через всю свою жизнь пронесли честь своей фамилии, честь своей семьи. И чтобы их путеводной звездой в жизни была совесть. Пусть именно эта совесть освещала выбранной ими единственно правильный, верный и честный путь. Путь человека и гражданина. Ну и чтобы у них все свершилось, чтобы все сбылось, чтобы жизнь у них как надо состоялась. Ну а школа пусть как первая любовь в их жизни в сердцах навек осталась. Поэтому я всегда говорю детям своим, идите в жизнь с миром, идите в жизнь с Богом, с верой, надеждой, любовью. Огромное спасибо, Ольга Семеновна, за такие добрые, теплые пожелания. А с вами, уважаемые зрители, я прощаюсь ровно на неделю. Встретимся, как обычно, в субботу в прайм-тайм на канале ТВ Матищи. Пока. Субтитры подогнал «Симон»